Привет, друзья! В этом видео мы посмотрим, как можно легко, быстро и красиво сделать презентацию на компьютере, используя графический редактор Canva. Для этого нам нужно перейти на сайт canva.com, зарегистрироваться, войти под своим логином и паролем. И здесь у нас есть несколько вариантов, как найти шаблоны для презентации. Для этого либо просто нажимаем на вкладку шаблоны, здесь находим презентации и переходим. Либо создать дизайн, здесь тоже вот есть презентация. Либо просто скроллим вниз, здесь все дизайны разбиты по категориям и находим презентации. И нажимаем показать все. Теперь у нас только презентации, из которых мы можем выбирать дизайн, который нам нравится. Либо создать с нуля, нажать пустой. Если мы создаем на русском языке, то желательно выбирать дизайн, который уже тоже на кириллице написан, потому что если мы возьмем на английском языке, то шрифты у нас, возможно, не сохранятся. Придется искать тогда другие шрифты для своей презентации. Но, в принципе, это тоже не проблема. Поэтому выбираем шаблон, который нам понравился. И переходим. Попадаем в редактор. Здесь у нас с левой стороны мы видим все страницы этого шаблона. В правом окошке у нас только одна страница подгрузилась. Чтобы добавить страницу, есть кнопка «Добавить страницу». И сюда мы можем перетянуть любую страничку, не обязательно по порядку, в зависимости от своих потребностей. Чтобы удалить страничку, просто вверху над ней нажимаем «Корзинку». Если я вот здесь нажму «Крестик», мы попадем в такую панель, где тоже представлены презентации, разбитые по категориям. Можем выбрать какую-нибудь категорию, вот, например. Но это недавно использованные те, которые я смотрела. Простая презентация, презентация на тему образования. Также мы можем через поиск находить нужные презентации. Например, набираем. Нажимаем «Энтер». И нам здесь предлагаются презентации, все про уроки. Давайте выберем какую-нибудь презентацию. Например, вот эта мне понравилась. СПА природа. И видим, есть кнопочка «Применять 25 страниц». Если мы нажмем «Применить 25 страниц», то подгрузятся все эти 25 страниц по порядку, так же, как они расположены. Ну, давайте попробуем. И вот все наши странички подгрузились. И теперь мы можем редактировать так, как нам нужно. Мы можем редактировать текст, элементы. Можем менять цвета элементов. Можем удалять элементы, добавлять другие элементы, заменять фотографии. И, в принципе, мы можем даже изменить эту презентацию до неузнаваемости. Но давайте по порядку. Вот у нас есть заголовок и подзаголовок. Как видим, они двигаются вместе. Это значит, что они сгруппированы. Если мы их хотим редактировать по отдельности, мы выделили их. Заходим вот сюда в три точечки и нажимаем на кнопочку «Разгруппировать». Теперь видим, что эти элементы находятся отдельно. Мы их можем редактировать, как нам угодно. Можем менять содержание самого текста. Можем менять начертание текста. Вот у нас сейчас выделен текст. Вверху у нас есть панель инструментов для текста. Вот у нас выбран шрифт. Если мы нажмем на эту галочку, у нас появится много-много шрифтов. И здесь мы можем заменить на любой шрифт, который нам нравится. Единственное, нужно смотреть, чтобы он поддерживал кириллицу. Для этого мы смотрим, чтобы были буковки АБВГД. Здесь большое количество бесплатных шрифтов. Шрифты, отмеченные коронкой, платные. Если мы выберем какой-то другой шрифт, то увидим, что он изменился. Если мы сделали что-то не то, и нам нужно вернуть обратно, для этого есть стрелочка назад. Либо сочетание клавиш Ctrl-D. Чтобы удалить элемент, мы его выделяем и нажимаем на вкладочку «Удалить». А вернуть обратно стрелочкой назад. Помимо начертания, мы можем менять также размер шрифта. Вот здесь. Либо вводить его вручную. Так, как нам нужно. Есть цвет для шрифта. Можно выбрать любой цвет, который нам нужен. Начертание жирное. Либо наклонный шрифт. Выравнивание шрифта. Сейчас у нас по левому краю. По правому краю. Либо по середине. Дальше у нас вкладка. Мы можем из текста делать... Например, возьмем... Вот здесь разгруппируем. Возьмем этот маленький текст. Выровняем его по левому краю. И можно сделать нумерованный или маркированный список. Можно регулировать интервал. Высоту строки. Вот, например, вот так. Вернем, как было. И эффекты для текста. Давайте на большом тексте посмотрим. Это мы добавляем тень нашему тексту. Либо вот такую размытую тень. Обводку. Обводку с тенью. Вот такие разные... Можно играться с этими настройками. Здесь еще даже есть... Вот такие еще есть настройки для текста. И можно также регулировать интенсивность этого эффекта. Можно также изменять его прозрачность. Сейчас у нас не прозрачный текст. Мы можем менять его прозрачность. Также во вкладке три точечки у нас есть еще дополнительные настройки. Подчеркнутый текст. Можно сделать все буквы заглавными. Изменить расположение. Это расположение относительно листа. По верхнему краю регулируется текст. По левому, по центру. Именно относительно этого листа. Вернем все обратно. Еще мы можем добавлять ссылку нашему тексту. Вот можем сюда ввести любой сайт, куда мы хотим переадресовывать наших посетителей. Если мы сохраним потом эту презентацию в PDF формате, все ссылки будут работать. Также мы можем замочек нажать. Тогда мы не сможем двигать наш текст. Иногда бывает удобно при редактировании. Чтобы вернуться обратно, еще раз нажимаем на замочек. И еще у нас есть копировать текст. Вот мы скопировали наш текст. Это инструменты, которые касаются работы с текстом. Также мы можем менять цвет наших элементов. Например, мы выделили всю страницу. И перейдем в цвет фона. Здесь мы можем менять цвет фона, как нам нужно. То же самое касается элементов на странице. Тоже заходим в цвет и можем менять его цвет. Можем менять размер элементов наших на странице. Растягивать, как нам угодно. Можем его двигать. И можем его даже удалить. Но пока вернем обратно. И посмотрим еще, как нам поменять фотографии. Вот у нас есть фотография. Например, мы хотим свою. Для этого мы можем ее выбрать из огромной библиотеки фотографий, которые предлагает нам канва. Вот здесь вкладочка фото. Например, введем растение. И поищем, что нам предлагает канва. Как мы можем картинку поменять? Картинки у нас есть платные и бесплатные. Когда мы наводим на фотографию, мы видим, что она бесплатная. А вот здесь с короной это бесплатная. Например, мы выделили картинку и перетягиваем новую картинку. Она становится вовнутрь. Если мы ее два раза щелкнем, можем двигать эту фотографию так, как нам нужно. Потом мышкой кликаем в любом другом месте, фотография встала. Если мы вернем обратно. А если мы просто кликнем по фотографии, то она встанет вот таким произвольным образом. И тогда мы можем ее редактировать уже здесь. Подрезать вот так просто края ее. Если мы по ней щелкнем, вот так тоже можно двигать, как нам нужно. И помещать эту фотографию в любое место, где нам необходимо. Так мы работаем с фотографиями. И еще мы рассмотрим, как можно добавлять элементы. У нас есть вкладка в конве элементы. И здесь, например, мы тоже наберем растения. Здесь, как правило, рисованные картинки в PNG формате, то есть с прозрачным фоном. Вот мы выделили страничку, с которой мы работаем. Выберем какой-нибудь рисунок, который бесплатный. И вот мы поместили картинку. Можем ее расширять. И что еще у нас есть? Вот перевернуть. Отражение по горизонтали, отражение по вертикали. Обрезка. Это можем вырезать часть фотографии. Есть три точечки. Здесь тоже мы можем прозрачность регулировать в нашей картинке. Давать ей ссылку. Зафиксировать на странице и скопировать. То есть инструменты аналогичные. Такие же, как и в тексте. Изменить расположение. Это тоже относительно страницы. И, конечно же, мы можем загрузить свое изображение с компьютера. Если мы перейдем в папку загрузки. Здесь все фотографии, которые мы использовали раньше в своих дизайнах. Тоже можем перетягивать их сюда. Либо можем перетянуть с компьютера. Выбираем в папке на своем компьютере. И перетягиваем. Здесь тоже редактируем, как нам необходимо. Вот таким образом мы работаем с презентацией. После того, как мы закончили редактирование, переходим во вкладочку «Сохранить». Вот здесь стрелочка вниз. Можно выбрать формат «Стандарт». По стандарту нам предлагается PDF-файл. Наверное, мы что-то использовали платное, потому что нам предлагают оплатить и скачать. Давайте проверим, что у нас тут платного в этом шаблоне. Как правило, платными бывают картинки. Если мы пролистаем весь шаблон. Вот, например, вот эта картинка платная. Можем зайти в фото и заменить ее на какую-нибудь другую картинку. И проверим еще, нет ли у нас платных картинок. И вот, когда мы все платные картинки поменяли на бесплатные, мы можем просто скачать нашу презентацию в PDF-формате на свой компьютер. Итак, мы узнали, как мы можем работать с презентациями, заменять их под себя, используя готовые шаблоны. Друзья, если урок вам понравился, ставьте лайки и комментарии. Также под этим видео есть ссылки на полезные ресурсы. Подписывайтесь на мой канал. Буду рада видеть вас на моем канале.